мы продолжаем нашу дискуссию по поводу того как изучение практика боевых искусств дзюдо самбо дзюдо карате любые которые которые телесную такую основу для движения единоборства могут оказывать влияние на человека на его мировоззрение на его действия в не не в спортивном соревновательном конкретном там в рандовре или спарринге а именно в общественной жизни это может быть семейный это может быть дружеское какое-то общение это может быть деловое общение и том числе общение на уровне управления государством государством государственной службы и так далее конечно же мы тоже вот тут пока было выключено видео говорили о том что насколько открыты мы можем быть своих суждениях сегодня с точки зрения некого кодекса дзюдо который мы тоже обсуждали есть видео с некоторыми людьми и там есть такое во первых несколько таких нравственных качеств человеческих уважение скромность и также храбрость храбрость вот подразумевающее о том что в этом кодексе храбрость описывается так иметь смелость говорить то что ты думаешь это храбрость то есть на сегодняшний день вот мы в нашей беседе мы ни в коем мере не хотим никого учить жизни мы исследуем различные феномены феномен боевых искусств на влияние на человека мы исследуем как может также и на нас как как мы ему мы не хотим никаким образом а там кого-то научение кому-то делать кому-то что-то к чему-то там призывать единственное к чему и призывает к постоянному самосовершенствованию к чему и призывает принципе любое искусство то есть любое искусство говорит о том что нельзя останавливаться на достигнутом нужно самосовершенствоваться себя а твое совершенство должно в конечном итоге дать принести пользу обществу всему в целом то есть через совершенствование себя я опять это повторюсь я уже до этого сказал я становлюсь как бы вот таким благостью да мои поступки и вот это искусство боевое как я говорил там уровень самурая который всеми способами на уровне физическом на уровне интеллектуальном на уровне нравственном пытается защитить своего вассала до своего господина с точки зрения меня как семьянина я стараюсь защитить свою семью это не подразумевает то что я защитить кто-то на меня нападает это означает создать комфортно проживание обеспечить питанием там как беседами образованием это есть тоже защита своего рода да то есть я не говорю о том что на меня кто-то нападает я говорю о том что защита может быть раз то же самое за профилактика каких каких-то заболеваний там ну и куча-куча всего и в том числе если вдруг дерево будет падать то я как практикующий я смогу его как самсон да типа или удержать или отодвинуть в сторону в сторону да чтобы оно упало куда оно чтобы оно не упало на других чтобы оно упало в максимально безопасное место и тогда получается что что вся наша сегодняшняя беседа она имеет смысл исследование этого феномена боевых искусств как оно влияет еще раз мы повторяемся да на человека я вижу по себе что продолжая его практиковать день за дня скажу прямо да я практикую боевое искусство два практически 24 часа в сутки сегодня я тоже его практикую нашей беседе да и вы со мной и она у меня я вижу она меняется но я вижу я стана я меняюсь я становлюсь другим человеком я меняю свои и другим человеком не в плане того что я как говорил если я был молодой я все-таки пытался с точки зрения силы сегодня я пытаюсь с точки зрения силы но другой не физической физическую силу я для себя делаю для того чтобы поддерживать организм в максимально функциональном состоянии физическую силу имеющую ввиду силу интеллекта силу духа силу нравственности силу силу воли и так далее вот и есть такая песня что мы нашим разговоре исследуем других личностей это говорит о том что мы также как и себя хотим рассмотреть через призму изучения так и других людей хотим рассмотреть но не с точки зрения ущемления их личности а с точки зрения того что мы хотим именно как феномен знаете как вот делают исследование делают исследование берут экспериментальную группу и обычную группу да и предлагают этой группе делать так это и так и потом делают выводы что так и так ни в коем случае мы не говорим что эта группа экспериментальной лета сейчас сэр я вам до слова поэтому мы мы как исследователи но ни в коем мере не агитаторы мы агитаторы за исследование вот так мы агитаторы за исследование феномена боевых искусств в человеке я закончил свою я слушал твой спище у меня раз 200 возникло желание произнести фразу каруческой фасовский я ее произношу и буду лаконичным смотри у нас прозвучало такое слово как храбрость храбрость она должна быть на таком уровне в таком объеме выражена чтобы не утратить человеческое достоинство вот когда ты сохранить в себе человеческое достоинство это главное что для любого человека для любого личности понимаешь вот в этом вот для поддержания этого для для этого для этого вот храбрость нужна абсолютно когда ты начинаешь проявлять чувство под названием храбрость превышающего этот уровень оно называется безрассудное безрассудное понимаешь там какая-то об этом говорил кстати канада вот ты понимаешь поэтому говоря о храбрости и других человеческих качествах надо всегда иметь ввиду что они нужны для того чтобы соблюдать не нарушить не свое человеческое достоинство вот в этих объемах в этих пределах а то что касается каких-то там репрессий которые могут быть там по поводу там высказывания наших сегодняшних ну честно говоря вот говорил русским словом насрать начинает потому что я считаю что если человек не будет поддерживать свое достоинство не будет его в себя внутри хранить то это то это вряд ли это можно назвать человеческой жизни ну знаете один один человек как-то сказал что земля круглая его взяли на хрен сожгли а прошло время его в лик святых вот но он не был самбистом он не был самбистом но и дзюдоистом в чем его ошибка но скажу так что кана допустим он говорил такую фразу сказал что не обязательно дзюдоистом может называться человек который ходит каждый день в зал и практикует различные приемы дзюдо дзюдоистом может быть и человек который просто практикует или или следует теоретическим принципам канонам канонам такой кодек дзюдоиста я хотел эту мысль тоже сказать то есть нужно не называться а быть и как и в спорте физическом как и в религиозных традициях как и в профессии до государственной деятельности и до семей руководителя страны все должны считать родным отцом я кстати об этом думаю говорю или вы меня считаете человек который считают родным отцом тот соответственно вот это отношение человеку с уважением и не капли критики к тому кто кого ты считаешь родным отцом быть просто не может это даже век доверия это должны ощущать именно люди то есть они не будут хотеть критиковать родного царя до родного отца которые им всю жизнь свою служит да как у честь перед ними если есть критика то ты понимаешь что ты эти люди не считают тебя родным отцом что-то что-то не то и все наше общество будет иметь храбрость или не будет иметь храбрость ощущает то что не родной он отец не родной и вот кодекс зудаиста дружба уважение искренность честность скромность самоконтроль храбрость и вежливость да то есть он в принципе вот перед глазами и здесь храбрость и другие качества честность искренность уважения они все должны как бы быть сутью если ты как бы действительно не ходишь в зал там достиг там каких-то там высот но ты этот кодекс соблюдаешь то тогда ты можешь называться борцом с амбисом зудаистом борец получается ты борец именно внутри себя как бы ты больше со своими недостатками которые кстати и я где-то это слышал ты вступил на путь сам самосомершенствовал я кстати это что это сбить не подействовал битинга я кстати где-то слышал что но кто кто кроме друга может тебе сказать о них недостатках да кто разве наоборот мне кажется вот короче не сажайте нас на 15 это ну даже в этой сказке про голый король ребенок сказал и все увидели понимаете хорошо давайте подойдем тогда это я сейчас вспомнил что хвалили сушки до подводим итог нашего сегодняшнего заседания так связь театр дзюдо так мы все театральная постановка субботнее рассуждение о боевых искусствах и разных тема была феномен или вообще влияние практических теоретических занятий боевыми искусствами единоборствами на человека его повседневной жизни или деятельности и мы пришли к выводу что конечно же влияет но все зависит еще вот от таких вещей которые время место обстоятельства в какое время занимался человек каком месте какие были обстоятельства и как сказал андрей что если твой ты предрасположен к этому на чем должен быть здесь если как сказал же stem предрасположен к этому значит ты можешь выйти на и как сказал роман я говорю так на этом мы с вами прощаемся изучайте не просто не просто занимайтесь дзюдо или самбо или боевыми искусствами а изучайте совершенствуйте себя старайтесь быть лучше когда вы станете лучше вы это проявляете на общество которое вокруг вас старайтесь чтобы это общество не то что вы будете делать его лучше а просто общество смотрит на вас и как отражение получает на себя таким образом мы можем принести максимальную пользу всему обществу не только отдельно взятой личности до семи двор город чем сильнее чище вы будете становиться тем большее влияние на общество вы будете иметь и само общество захочет чтобы вы получили больше возможностей управления этим этим обществом спасибо до новых встреч